2 года назад эта фотография облетела все социальные сети. За судьбой 4-летнего мальчика с острым лимфобластным ликозом следил весь мир. И теперь пришла радостная новость. Рак отступил, и Бикет снова здоров. О Бикете Бёрдже Мир узнал в 2019 году, когда его мама Кейтлин поделилась в интернете пронзительной фотографией сына, находящегося на лечении от острого лимфобластного ликоза. На снимке, который разошелся по всем социальным сетям, запечатлен сам Бикет в возрасте 4-х лет и его старшая сестра Обри. Мальчик, только что закончивший очередной курс химиотерапии, склонился над унитазом в приступе тошноты, а Обри стоит рядом, поглаживая брата по спине. О страшном диагнозе Бикета его семья узнала в 2018 году. Тогда, в апреле, у мальчика внезапно поднялась температура. После нескольких часов, проведенных в клинике, ребенка отпустили домой с диагнозом ушная инфекция, пишет New York Post. Но прописанное лечение не помогало, и на следующий день с температурой 40 градусов его снова привезли в больницу. Более тщательное обследование выявило одностороннюю пневмонию, очень низкий уровень гемоглобина и запредельно высокий лейкоцитов. Диагноз врачей звучал как приговор это лейкоз. Когда ребенок заболевает раком, это мгновенно меняет жизнь всей семьи, писала тогда Кейтлин. Все говорят о финансовых и медицинских трудностях, но никто не говорит о том, что происходит с братьями и сестрами больных. У меня двое детей с разницей в 15 месяцев. Еще вчера они играли в детском саду, а сегодня сидят вместе в холодной больничной палате. Обри прошла весь путь вместе с братом, сначала не понимая, почему ему все время плохо, потом с ужасом наблюдая, как он лежит в реанимации, окруженной трубками и проводами. И хотя в свои пять лет девочка точно не осознавала всего, что происходит вокруг, она чувствовала, что с ее младшим братом, ее лучшим другом, случилось что-то страшное. Даже после выписки из больницы прежний Бикет не вернулся. Из живого, энергичного, шаловливого ребенка он превратился в тихого и сонного мальчика, с которым уже нельзя было играть, кувыркаться и бегать по парку. У Кейтлин разрывалось сердце, когда она видела грустные глаза дочери, в которых застыли вопросы, почему нельзя пойти вместе на батут, почему он больше не ходит в сад, почему он даже стоять не может без помощи. Кейтлин не разлучала детей. Она позволила Обри самой осознать страшную реальность и при этом всегда была рядом, чтобы ответить на ее вопросы. Женщина хотела, чтобы ее дети, как прежде, были всегда вместе в надежде, что поддержка сестры сделает для Бикета больше, чем могут сделать взрослые. Обри провела не считанное количество часов с братом в ванной, когда ему было плохо. Она сидела рядом с его кроватью, держала за руку, гладила голову. Недавно Кейтлин Бердж поделилась радостной новостью. Ее сын Бикет, которому уже исполнилось шесть, полностью излечился. Он выиграл битву и теперь может пойти в школу. В своем победном посте мать описала реакцию сына, когда он узнал, что здоров Бикет был шокирован. Его лицо засветилось, но он сказал, что не хочет бросать химиотерапию, потому что она помогает ему выжить. Ему страшно, для него открывается новый мир. Сейчас семья возвращается к обычной жизни. У Бикета еще есть ограничения, но он уже может общаться с друзьями, кататься на велосипеде и играть с сестрой во дворе. Через несколько дней ему удалят катетер, и это станет последним напоминанием о полутора годах борьбы с раком. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.